Привет! Я Кристина. Рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня я подготовила ролик о моих последних покупках с сайта Алиэкспресс. Если тебе интересно, то оставайся со мной. Сегодня у меня будут разные покупки. В основном это будут украшения. А также я вам покажу чехол для камеры, чехол для телефона и шарики. И, наверное, шариков я решила начать. Я заказала своему мужу на будущее вот такие шарики фольгированные. Заказала две цифры. Они мне обошлись в 260 или 280 рублей. Они были в таком сложном состоянии обе. И вот так они выглядят развернуто. Здесь есть два отверстия, видимо, для надувания. А, вот одно отверстие для надувания. И какие-то вот тут... А, ну это у каждой цифры типа ножек таких. Интересно, как они будут смотреться надутыми. На самом деле, видела уже в Инстаграм кучу разных фоток именно с заказами с Алиэкспресс. Вот этими шарами. Я заказала себе на день рождения еще одну партию, только золотую. Две цифры 2 и 3. И посмотрим, придут они мне и как они будут надутыми выглядеть. Потому что данные цифры я надую только в следующем августе. У продавца представлено большое количество фотографий, отзывов. Действительно, шары приходят хорошего качества. Без дырочек. В общем, будем ждать моих золотых шаров, чтобы их надуть. И затем августа, чтобы попробовать эти. Золотые шары я вам покажу в следующем видео о покупках. Уже надутые. Вторая моя покупка это чехол на экшн-камеру. Вот такой вот голубой. Очень красивый. И сделан он очень качественно. Просто супер. Здесь все вырезано достаточно качественно. Вот такая вот крышечка идет. Можно ее сделать на петельку. Привязать к этому отверстию. Вставить специальный шнурок. И вот здесь есть специальное отверстие. И все будет у вас вот так болтаться, когда вы будете открывать камеру. Но я на глаз ее выбирала. Я выбрала такую, чтобы примерно подходила под мою камеру. Моя кнопка включения находится выше. Вот эта кнопка тоже, по-моему, не подходит. Еще у меня с этой стороны две кнопки, а не с этой. В общем, я выбрала модель, которая не у меня. И мне пришел вот этот чехол. Он мне совершенно не нужен. Посмотрим, куда я его одену. Возможно, продам или подарю кому-нибудь, кому надо. И я сама виновата. Сама выбрала себе такую покупку. Дальше хочу показать вам чехол от телефона. И это Салливан. Я безумно его хотела. Но он мне пришел месяца через три, наверное, после заказа. Он отличного качества. У него такой гладкий силикон. Вот я трогаю. И очень приятно. Он гладкий. У него сделаны рожки. Вот эти качественные ушки. Он сам по себе тоже сделан качественно. У него есть здесь все отверстия, все кнопочки. И все это работает. Но он как-то не очень смотрится на моем телефоне. Я люблю больше носить единорога. Единорог мне понравился больше. И если вы не смотрели мои прошлые покупки с Алиэкспресс, там я показывала все свои чехлы, которые я заказала. Ссылка будет под видео. Но вообще прикольный. Оригинальный. Буду его продолжать носить. Потому что хотела, вот и получила. Дальше я хочу показать вам посылку для мамы. Это вот такой молд, по-моему, это называется. Я не знаю, если честно, для чего это надо. Но он красиво выглядит. Это для скрабукинга. У меня мама занимается ручной работой. И заказывала через меня кучу разных штук. И я вам обязательно поставляю все фотографии своих заказов вот сюда. Потому что как только я получала заказ, я тут же относила его ей. И вот сегодня я отношу ей вот этот молд. Мне кажется, что он сделан очень качественно, очень хорошо. И прошлые вот эти ножи для машинок специальных, они тоже сделаны очень качественно. И возможно, если вы занимаетесь ручной работой, вам понравится такой вариант молда. И вы тоже захотите его заказать. Он, кстати, тоже силиконовый. Далее я заказала для мамы часы. Сама тоже хочу себе часы заказать. Но пока не знаю, какие. Но хочу. Часы сделаны как кожаный ремешок. Разрезанный, где-то заплетенный в косичку. И здесь сделаны часы. Стоит пломба на часах. Я ее даже не доставала. Они очень красивые. Качественно сделаны. Все кольца зажаты отлично. Бусинки все целые. Здесь есть ангелок. Но он какой-то очень-очень тонкий. Единственное, наверное, что мне не нравится и, возможно, не понравится моей маме, что здесь заклепки. Здесь есть две заклепки. То есть часы будут защелкиваться на заклепке. Не ремешок, не стандартная застежка для часов, а именно застежка-кнопка. Ну вот мне хорошо подходит на вторую. Мне кажется, у меня мама рука худей. Ну или как у меня. Не знаю, подойдут ей или нет эти часы. Но я во всяком случае надеюсь. Она очень хотела коричневые. И мы с ней выбрали вот эти. Они, кстати, дошли очень быстро. Недели за две. И действительно хорошего качества. Ну и дальше я вам покажу свои украшения. Это будут что-то типа ожерелья. И первое, наверное, что хочу показать, это чокер. Вы у меня его уже видели в куче моих роликов. Во влогах с Машей мы снимали, помню, видео. Если подписаны на инстаграм, то там тоже видели его у меня. Такой же точно синего цвета я подарила Маше. Потому что я заказала себе нежно-голубой, бирюзовый такой. И нежно-розовый. Нежно-розовый пришел отличного оттенка, какого я и ждала. А второй пришел темно-синий. Я посмотрела, темно-синего там не было. Там был именно бирюзовый. Но вот почему-то мне положили темно-синий. Сердечко здесь металлическое, хорошего качества. Но оно у меня уже облазит. Я его не покрыла лаком. Сам чокер кожаный. И внутри у него мягкая подкладка. И сзади он крепится на трех кнопочках. Очень удобно. На любую шею подойдет. Мне понравился этот чокер. Я закажу себе какой-нибудь еще черный, белый. Возможно, голубой, если найду. Следующее, что я не могла обойти стороной, это вот такая подвеска с лунным камнем. На первом уровне висит полмесяц маленький. А на втором уровне лунный камень. И это действительно камень. Это не пластмасса. И он у меня немножко откололся, потому что я его уронила. Клей нигде не торчит после кристалла. Очень красиво смотрится. Вы тоже могли его видеть и в инстаграм. И в моих разных роликах. Это действительно классно смотрится. Я его очень часто носила летом. И буду продолжать носить. Потому что я хотела что-нибудь лунное. И лунный камень с вот этим полмесяцем оказался как нельзя кстати. Это стоило около 100-120 рублей, по-моему. Это очень круто для такого качественного камня. Вторая подвеска, которая пришла, кстати, мне последней. Это бирюза. Я очень давно искала бирюзу. Обычная бирюза на шнурочке. Хорошо здесь все закрывается. Сделано все достаточно хорошо. Клей тоже нигде не торчит. Бирюза. Действительно бирюза. Здесь сделана серебряная каемка. На которой он держится. В прошлом была золотая. Потому что цепочка золотая. И там быстрее, мне кажется, цвет поменяется, нежели здесь. Бирюзу я искала у нас в городе. Стоила она порядка 350-450 рублей. А на Алиэкспресс я заказала ее всего за 106 рублей. Мне кажется, что это очень круто. И заказывать такое с Китая. Не вижу в этом ничего такого. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу. Это давнешняя моя хотелка. Ладошка Фатимы. Возможно, вы не знаете, что это такое. Я ее как-то увидела на своих флеш-татую. Мне безумно понравился этот амулет. И я решила, что я его очень хочу. Хотела заказать себе серебряный. Но пока довольствуюсь вот этим. Тоже здесь шнурок, как и у бирюзы. Такой же длины. И ладошка. Сама сделана из металла серебряного цвета. Она качественная. Достаточно маленькая. Я думала, она будет хотя бы побольше. Я никогда не смотрю размеры на Алиэкспресс. Ну и на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, не забывайте оценить его. Подписывайтесь на мой канал. А также на мои социальные сети. Не забудьте, кстати, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. С вами была Кристина. Если вы что-то заказывали из всех покупок, которые я вам сегодня показала, оставляйте свое мнение. Возможно, какие-то интересные ссылки еще покажете мне. Желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. Будьте добрее. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok